Аномальные морозы, по прогнозам синоптиков, закончатся лишь с началом весны. Она в этом году будет снежной и холодной. Заморски продлятся до конца марта. Александр Муромский обязал соцслужбы оказывать необходимую помощь бездомным людям. Мы проводим взаимодействие с единой дежурно-беспеческой службой и социальными службами города Орла. Дежурные предупредители обязательно реагируют, что учатся будут на тот предпосылок и обращение к таких гражданам. Коммунальщикам же требования оказались более серьезные. Мэр Орла раскритиковал подчиненных за состояние тротуаров. Так работа не пойдет. Деньги выделяются на ОДС. Без автобаза занимались этим вопросом. Как он контролировал, не знаю. Но люди как ходили по тротуарам во льду, так они ходят. И, к сожалению, мы заставляем их сами, стоящие здесь, ходить, добавок, еще по клумбам, дабы не упасть на тротуаре. Поступающие отчеты о содержании Орловских улиц власти обещали проверить лично. Проблемные места, уверены, долго искать не придется. Я не знаю, с кем у вас есть понимание, но буквально выходные дни проехал по городу. В частности, карман на первой посадке, около магазина «Литуаль», он сделан был, и все посетители идут в этот магазин. Неужели нельзя собственникам решить вопрос, чтобы своевременно выбирался оттуда снег? К тому же машины под 45 градусов парковываются. В таких карманах не один год для Орлес. Собственники нежилых помещений, расположенных на первых этажах и по центральной улице, они не имеют даже представления о том, что нужно это все убирать. Обсудили на совещании и планы по ямочному ремонту. Сейчас у нас заключены два прямые договора на ямочный ремонт. Помимо этого, размещен в графике ремонт на 3 миллиона рублей, который срок подачи заявок закончится после маркетинга. С учетом всех процедур, приступить к работам можно будет не раньше апреля. До этого времени его будут проводить по краткосрочным контрактам. Привлекайте другие организации, если наши спецавтобазы не в состоянии выполнить весь контракт. Ускоряйте работу по ямочному ремонту. Ксения Туркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.